МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие друзья! Новое утро продолжается. И сегодня, напоминаю, мы говорим о новшествах в законе об ужесточении ПДД. Все правила и нормы нам прояснит наш гость Аслхан Бекбасынов, инспектор административной практики Департамента полиции области. Аслхан, здравствуйте! Расскажите о новых правилах и об ужесточении. Здравствуйте, Ирина! Главой государства подписан ряд изменений в законодательство, а правила дорожных, это коснулось так, как и уголовного дела, также и административного дела. Согласно подписанному законодательству, с 11 января текущего года у нас законную силу вступили части правил дорожного движения. Здесь, если хочу остановиться, где были ужесточены меры наказания за управление транспортным средством без документов, это будучи лишенным права управления. Также за наказание за управление транспортным средством не в трезвом состоянии. Также имеется смягчение в этих случаях. К примеру, если ранее у нас за управление, не имеющие при себе документов, к примеру, дома забыл человек документы, были у нас, за это был административный штраф в размере 5-месячных расчетных показателей. На сегодняшний день при проверке через мобильные планшеты, сейчас знаете, как вы знаете, у нас оснащены сотрудники полиции мобильными планшетами, при остановлении, остановке транспортного средства водителя, не имеющий при себе документов, сотрудник может проверить и выписать предупреждение, если у него документы все в порядке, просто при себе не имеет. То есть без штрафа? Без штрафа, да. Письменное предупреждение на первый раз, в следующий раз может вам выписать штраф в размере 5-месячных расчетных показателей. А если с документами не все в порядке? Ну, в этом случае, если, к примеру, человек, лишенный права управления у нас, здесь предусмотрена 612-я статья административного кодекса, части 3-й, при управлении, будучи лишенным транспортным средством, водителю грозит арест в течение 10 суток, либо 50-месячных расчетных показателей. Это у нас, если 50-месячных расчетных показателей, в тенге будет 132 тысячи. При повторном таком деянии, будучи лишенным управления, ему грозит 15 суток арестов, либо штраф 70-месячных расчетных показателей. Либо, либо это кто определяет суд? Это определяет часто эти полномочия, передали в судебные органы, и суд определяет, если штраф вынести, либо ему арест. Также, как я говорил, за управление транспортным средством внесены ряд изменений. Если у нас ранее было за управление транспортным средством не в трезвом состоянии 3 года лишения права управления, на данный момент с 11 января текущего года у нас за управление транспортным средством не в трезвом состоянии предусмотрено арест до 15 суток, плюс лишение права до 7 лет. Вот так вот. Давайте поговорим о статистике. Вот за последние 10 дней, что говорят там цифры? Вот за последние 10 дней, если остановиться на нетрезвых, управление водителем не в трезвом состоянии, у нас сейчас, к сожалению, цифры немаленькие. Это у нас за 10 дней 50 нетрезвых водителей было оформлено по области. Это страшно ведь на самом деле. Да, это очень страшно. Эти водители также могут создать дорожный транспорт происшествия и тому подобное. Также хотел остановиться на том, что сейчас ранее, если за уголовные проступки, будучи лишенным управлением транспортным средством, это у нас рассматривалось тоже так же судом уголовной проступки. Там были работы, часы, там либо штрафы. На сегодняшний день это передано в следствие дознания департамента. Это рассматривается. Это уголовное дело, где уже будет наказуемо лишением свободы до 5 лет. Также пожизненное лишение водительского удостоверения. На ваш взгляд это все верно? По мне так это все правильно и так и должно было быть. Да, да. Я тоже такого же мнения, что человек, если употребил спиртные напитки, он потенциально уже опасен для общества. И я всегда говорю, что такси никто не отменял, и это стоит гораздо дешевле, чем если какая-то ситуация произойдет. Да, здесь зависит жизнь других людей, не только его. Вот в том и дело, да. Я так думаю, это ужесточение законодательства, это наоборот к плюсу, я так думаю. Я с вами абсолютно солидарна и согласна. Давайте поговорим о машинах, которые имеют иностранные номера. Вот что с ними, потому что очень много пишут, говорят. Да, иностранные транспортные средства, завезенные, вот сейчас у нас актуальный вопрос, с Арменией, с Россией, Киргизией, Белоруссией. По данным транспортным средствам сегодня ограничений такового нету, чтобы запретить их эксплуатацию, их за отдельные, вот их ниндьяни, что вот они управляют, его на стоянку никто не ставит, на специальную стоянку. И если водитель это управляющее транспортное средство нарушил, это так же, как и на транспортных средствах, которые с казахстанскими номерами, они также предусмотрены, одним законодательством нарушили, а предусмотренным законодательством будут составляться протокол. Те же нарушили, да? А так, за отдельное имя, за управление этих транспортных средств никого на стоянку не ставят. А вот то, что писали, говорили, получается, все это не... Здесь это неподтвержденный факт, что ставит кто-то на стоянку, либо того, это не имеет подтверждения. Поэтому согласно законодательству дорожного движения, эти указанные транспорт-средства должны ставить на учет при прибытии после 10 дней. Ну, опять-таки, мы все знаем прекрасно, что немногие ставят, потому что это, во-первых, очень дорого. Да, потому что это очень дорого выходит. Ну, соответственно, этот человек знает машину, когда везет, я так думаю, это знает. Сейчас в интернет-ресурсах все это есть. Ну, тем не менее, завозят, тем не менее, ездят. Да, завозят. И тем не менее, нарушают. Нарушают, понятно, что автомобили и с нашими казахстанскими номерами, нарушают большинство именно с иностранными номерами. Как вы выявляете? Потому что я так понимаю, что это мертвые души, машина не числится ни на ком. Вот как можно выявить? У нас эта проблема была, но сейчас, вот, с первого, получается, с прошлого года мы сейчас внесли в министерство, в базу данных, вот, у нас интегрируется сейчас страховая компания, где человек, возивший этот транспортный средств, управляющий, страхует свою гражданскую правовую ответственность. Это страховая компания, интегрируется, данные его интегрируются в нашу базу МВД. Как вы знаете, вот, сотрудники полиции все сейчас оснащены мобильными планшетами, где в базе МВД это уже отражается, что застрахован тот-то человек. По такому-то адресу, да? По такому-то адресу мы и предписания, вот эти камеры, которые попадаются на нарушение, по адресу также направляем и штрафы выявляем. Также, если где-то он нарушил, там, по адресу можно найти. То есть все это на самом деле возможно, да? Да, да. Возможно. Потому что раньше была такая ситуация, что не могли найти нарушителя, не могли отправить штраф, то есть сейчас все это нормально. Да, да. Сейчас такой проблемы не существует, что найти. Если человек застраховал гражданскую правовую ответственность, он... Ага, вот если кодовое слово. А если не застраховал? Если не застраховал, здесь есть, конечно, проблема. Ну, сейчас, например, как я вам сказал, к примеру, что имеются мобильные планшеты, тот же сотрудник может проверить, не останавливая это транспортное средство, может проверить, имеется ли, проходил ли он технический осмотр, либо застраховал ли гражданскую правовую ответственность, может проверить, не останавливая это транспортное средство. Без причины, чтобы не останавливать лишний раз. А, вот так вот, да? То есть какая-то такая солидарность к водителям здесь, да? Все понятно. Асулхан, мне все время интересно, как же фиксируют нарушители, которые разговаривают по мобильному телефону? Ирина, как я ранее говорил, транспортные средства, сотрудники сейчас оснащены мобильными планшетами, либо там камеры, либо регистраторы на транспортных средствах, идущие в параллельном направлении или с вами, да, они могут... Приходят, да, сообщения? Нет, не сообщения сотрудники, если у вас зарегистрировал, а этот зафиксировал на камеру, он останавливает вас и составляет протокол. Также у нас имеется сейчас по городу камеры, вы знаете, на всех перекрестках почти, сейчас дополнительно еще будут, наверное, устанавливаться. Но эти камеры сотрудники Центра оперативного управления также могут передать, что такой-то водитель управляет, нарушает правила дорожного движения, при управлении пользуется сотовым телефоном. Близноходящийся наряд останавливает этот правонарушитель этого и составляется административный протокол. А вот бывают же такие, наверное, моменты, когда останавливают, он говорит, нет, я не пользовался, докажите. То есть вы предоставляете видео или как? Да, как я вам уже объяснял, мы предоставляем фото-видео фиксацию. То есть самому нарушителю, да? Да, если на транспортном средстве у нас зарегистрировано, мы ему предоставляем. Если у нас Центр оперативного управления, мы можем предоставить прибыв туда, либо, если этот человек не согласен, мы составляем материал, он также может обжаловать в суде, где эти все кадры будут предоставлены в качестве доказательства судебным органам. Получается ли бороться с такими нарушителями? Ну, получается, конечно. Стараемся. Статистика все равно показывает ежегодно все меньше нарушений со стороны, так вот, скажем, телефона или ремня. Но все равно есть такие люди еще, которые нарушают. Почему-то нет самодисциплины, да, у наших водителей? Да, это уже зависит от каждого владельца. Человека, да? Да, владелец транспортного средства, который управляет, он отвлекается. И при разговоре телефона каждый человек может отвлечься. В этом случае можно пользоваться блютузами и тому подобное. А, то есть так можно, да? Да, через блютуз можно пользоваться мобильным телефоном, где он не будет отвлекаться на этот телефон. Асахан, с вами абсолютно согласна, потому что я сама водитель, и знаю, что бывает даже одна секунда просто вот отвлечешься, допустим, телефон зазвонил, просто взгляд перевела, и понимаю, что уже ситуация на дороге может быть неконтролируема. Так что спасибо вам за эту информацию, спасибо вам за предупреждение. Я думаю, вам есть чем обратиться к нашим телезрителям. Уважаемые граждане, водители, в том числе, я хотел бы предупредить, что при управлении транспортным средством будьте очень внимательны и не употребляйте спиртные напитки за рулем, так как это грозит не только вашей безопасности, это в первую очередь окружающей среде. И жизни других. Жизнь других людей, да, право, Ирина. Спасибо еще раз вам, Асахан. Я напоминаю, дорогие друзья, что сегодня у нас в гостях в студии был Асахан Бекбасынов, инспектор административной практики Департамента полиции области. Я желаю вам всех благ, и чтобы было поменьше нарушителей. Все, спасибо, Ирина. Субтитры подогнали Симон.